Нормальная тема Эй! Старший штангер! Ай, Гитлер! Документики, пожалуйста Здравствуйте, Дорожен Аддор Гаинова Кубанг, старший лейтенант полиции Гардвик Документы, пожалуйста Гардвик Анатолий Адольфович, старший лейтенант Можно еще? На всякий случай запишу А то кто его знает, что там вдруг, какое-то ходатайство придется писать или что там Да, пожалуйста, пишите, будь ходатайшим, точно Видно, регистратор есть, подвольный служебный автомобиль, я вам скажу, документы на транспортное средство Лейтенант, не-не-не, не убирайте, лейтенант Полиция, Гардвик, видите, фамилия у вас такая Гардвик Анатолий Анатолий Адольфович Сейчас, сейчас Адольфович Дайте, дайте, инспектор ДПС, кто там, ну не, 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 не ознакомился Государственный спектр дорожного надзора До какого спектр дорожного надзора Что там пойдет, что я выка жду здесь, сейчас будем подъехать Слушаю вас сейчас Вы нарушили право дорожного движения, пересекли сплошную линию размяточки, будьте добры, пожалуйста, документы Ох! Вы отказываетесь мне передать Нет, конечно, нет, конечно Ну, вы ссылаетесь на то, что я что-то нарушил Да Пожалуйста, передайте А вы сначала докажите, что это Принесите, пожалуйста, ознакомьте Вы отказываетесь Вы отказываетесь Нет На законном основании нет Вы отказываетесь ознакомить документально Вызываю дополнительные Я применяю к вам физическую силу за отказ И составляю в отношении вас административный материал по статье 19.3 Ну ладно, давай, Гитлер Ага, 9 мая увидимся Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Этот Сталин, жмот какой-то Вообще бабки не дает Гитлер назвал Сталина жмотом. Это была его роковая ошибка. Так Сталина никто еще не называл, даже Ленин. Дело запахло конкретными разборками. Вызываю дополнительную. Применяю вам физическую силу за отказ и составляю в отношении вас административный материал по статье 19.3. А это уже угрозы. Это уже угрозы. Тебя обязаны не передать документы. Это уже угрозы. Понял я вас. Под угрозой незаконные действия передаю. Под угрозой. Я здесь, если можно, ознакомлюсь. Сюда принесите, пожалуйста, ознакомьте меня здесь. Эй! Эй! Выскочи на минуту, поговорить надо. Не выскочу. Эй! Че ты как пацан маленький? Выскочи, поговори. Я не могу там. Матушка не пускает меня. Посмотрим сейчас. Вот зачем мы здесь. Че вы как свидетели будете? Сейчас еще пацан подъедет. Вас не снимаю, как гражданское лицо. Вы согласны, что 16.50 было время, как вы обратились ко мне? В 16.50 вы ко мне обратились? Согласны в это время? Сверимся просто. В 16.50. Все. Все. Ждем. Слышишь, я просто человека, гражданского не хочу. Слушайте. Все, я вас понял. Все, я вас понял. Я вас понял. Так. Инспектор. Сразу хочу пояснить, что с нарушением я не согласен. Я вас слышал. Значит, если пишите протокол, будет ряд ходатайств? Пожалуйста. Все, без проблем. Я не против, что вы... Я не против, что вы... Все. Ну... Нет, конечно, ничего не нарушал. Видео принесите, пожалуйста. Представите. Э, ты мужчина. Один на один долбиться будешь? Вот с ним. С ним, что ли? Да. Нет, я с ним долбиться не буду. Он же старше меня. Берлин, два человека. Берлин, два человека. Берлин, два человека. Берлин, два человека. Товарищ Сталин. Ас-салам. Аллахи-клуб. Хурматыр. Каким метром вас дали слова? Давай приехали к этому мухомору на разборки. Не мухомор, я. Эй, кто там пищит? Я не пищу. Ах, пищи. Гитлер, что ли? Он нормальный пацан. Нормальный. Ли, Гитлер. Выскакивай. Сейчас маслят будем делать. Нормально все будет. Давай. Вот сейчас включил, давайте. Предупреждайте. Я вас предупреждаю, что я являюсь должностным лицом, нахожусь на службе, поэтому попрошу мое видео не снимать, потому что если оно будет использовано где-то в видеосъемках, это будет являться нарушением. В соцсетях. В соцсетях. Это будет являться нарушением закона. Это я попал, да? Нет. Я вас объясняю, что меня снимать не надо. Я не даю вам разрешения на своем умении. Хорошо, я согласен в тюрьме посидеть. Я понял. А как ваша фамилия? Моя фамилия Гардвик Анатолий Адольфович. Извините, не раз слышал. Гардвик? Анатолий Адольфович. Ага. Будьте добры, пожалуйста, отойдите. Да, хорошо, хорошо, да, пишите, да. А, кстати, а что с патрульками? Что, у вас патрулик не хватает, да? Вы мне сейчас оставляете, это, отвлекаете. Вы мне не даете... А, ну все, все, хорошо, давайте, пишите, да. Смотрите, я еще ваши персональные данные фиксирую. Номер машины. Вот такой вот частный автомобиль. Саламу алькум, как дела, гидло, нормально все будет. Лей, тормози, тормози, лей! Слушай, так, держи, лей, отвихло, миди, по одной земле ходит. Не радуй войти, вашу за что базар, а? Да, он сказал, отвечаю за слова, Сталин жмот. Эй, ты что на нем сказал, эй? Он неправильно понял меня. Я не сказал, отвечаю за слова. Я ему сказал, отвечаю за слона, отвечаю за слова. Эй, ты что грузишь, фашист, эй? Я не фашист. Сейчас проверим. Ты за луну или за солнце? Я за луну, за советскую страну. Эй, ты гонишь? Ты за солнце, за пузатого японца. Эй, ты понял, эй? Эй, товарищи, я не за луну или за солнце тоже. Я за полумесяц, я свободен. Лей, думай, мы орлы угол. Ну, немец абсолютно вообще корни, я чудер, ура. Лей, думай, мы орлы угол. Здравствуйте. Здесь я сейчас нахожусь на развилке на Курганинск. Трасса М-29, развилка на Курганинске. Здесь находятся какие-то инспектора не на служебной машине, и они не из ДПС. Вот. Спрашиваются, кто это такие, что они тут делают. Они шабашку какую-то рубят или что это такое? Нет, меня не останавливали, я просто мимо ехал, смотрю, они тут кучу машин остановили и пишут какие-то протоколы. Хотелось бы узнать, кто это такие и что они тут делают. Представляете? Да, Бубенко Дмитрий Геннадьевич. Они по направлению в Курганинске стоят на развилке. То есть здесь три направления. Они в направлении Курганинска. 500 метров от поворота 500 метров в сторону Курганинска. Ответственного можно вызвать, чтобы... А какой автомобиль видите? Автомобиль, да, вижу. Номера вижу. Это гражданский автомобиль. Екатерина 958, Олег Алексей. Да, регион 123. 123 автомобиль, марка. Шевролет Нива. То есть у меня есть подозрение, что это не инспектора ГИБДД, потому что они... Вы там находитесь рядом? Да, я еще буду часа три здесь находиться. Я буду подъедеть соответственно. Хорошо, спасибо, жду. До свидания. Анатолий Адольфович, значит вы взяли функцию на себя судьи уже, правильно? Я не судьи. Подождите, вы послушаете? Я должен составить... Подождите. Если вы не согласны, я сейчас напишу протокол. Предварительно я вам сказал, что я не согласен с нарушением. А вы уже взяли на себя роль судьи, палача, то есть вы уже вынесли постановление, правильно? Вы не можете предоставить документы или сказать, где вы работаете? Не работаю. Временно, да, отказался предоставить информацию. Интересно. Я живу в русском, я языком сказал, что с нарушениями не согласен. Почему вы носите постановление, я не могу понять. Потому что в соответствии с законом я обязываю. Да, есть. Если я это не напишу, я сделал. Я написал, я вынес. Это мое право. Это ваше право. Я не согласен. Составляйте протокол. Сейчас оставлю протокол. По какой статье? По этой же статье. По какой? Я же вам объясню. Не разъяснять ничего не будете, да, статью? 12-16, часть 2. Ну, составляйте, составляйте протокол. Вопросов нет. Прописаны и зарегистрированы по одному тому же? Да, 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 конечно. По одному тому? Ознакомить не будет, не будете меня с нарушением, якобы. Буду, я же вам хочу, вы же не слышите меня. Ну, ознакомьте вы сначала, прежде чем что-то составлять. Ну, мне же это дописать. Сначала ознакомить надо. Я же вам объясню. Я под угрозой применения статьи 19-3, я вам документы отдал, правильно, в руки. Передали. Передал под угрозой. В бизнесе, там правил 2-1-1. Под угрозой применения в отношении меня статьи 19-3, я вам передал документы, правильно? Не слышите меня. У вас есть база ИИС, которую вы можете проверить по базе ИИС. Пробивайте. Я же еще раз спросил, вы слышите, о чем я говорю? Пробивайте по базе. Вот это. Так, подъехали дорожники. Газелька. М-889 Михаил Роман, 164-й регион. Так, я так подозреваю, что это будут выдуманные свидетели. Или понятые. Дима, вот так снимают, правильно? Да, да, да. Кстати, я скажу... А у вас сегодня тоже осталось вынесут? Я за маленько верну. То же самое. А, то же самое? А-а-а-а. Сейчас все, что я так сегодня пишу, это все голоснованность. Я с пустого места. А ты это тоже запишу просто? Ну, да. А вы свидетели, наверное, да? Да. Видели вы, да, все это? Дорожники вы? Вы прям видели, да, как я тут? Конечно. Конечно. А? Агрономы. Агрономы. Или что, тоже вас остановили? Наше дело маленькое. Подписать только скажут, да? Серьезно это? Вы считаете это нормальным, что ли? Да? Да. Пойдемте, инспектор. Придумали, да, все понятых? Нет, я вы сами видели, что остановил. Будьте добры, можно вас попросить? Ну, я туда, к машине, пойдемте. Там видео уже ведется у меня. Будьте добры, можно вас попросить? Ну, я туда, к машине, пойдемте. Там видео вы ведете. Ну, видео вот уже товарищ тоже стоит, снимает. Сейчас, секундочку. Так, фамилия. Пендер. Не снимайте людей, они не дают ваша согласия. Хорошо, хорошо. Я же тоже могу быть свидетелем? И фиксировать происходящий процесс. И не целый, что-то не дают. Ага. Ага. Проживаете где? Город Великевич? Город Великевич? Город Великевич. Улица. Квартира-то не уничтожена, в квартире-то не уничтожена. Квартира-то не уничтожена. Квартира-то не уничтожена, в квартире-то не уничтожена. Квартира-то 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 не уничтожена. Вы можете отказаться, кстати, в любое время. Вам это надо, по судам ездить, еще что-то там. Они уже подпись поставили. Понял. Гражданская позиция у вас такая. Они сначала подписи ставят, а потом участвуют в процессе. Подписи они сейчас еще не подставили, сейчас поставят. Да они сейчас поставят, если там скачут, чтобы они поставили, чтобы Кеннеди убил, они подпишутся, наверное. Зачем такие вещи? Общество у нас такое деградированное, понимаете? На какое число? Общество у нас такое. В начале рассмотрения материала. На 8 минут. Все, я принял. Можете пригласить к тобой свидетеля, который принял? Будьте добры, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. А вы ознакомить не будете меня с видеозаписи? Я же вам предлагал, вы же не отказываетесь. Я же не буду вытянуть оттуда. Я говорю, в компьютере, пожалуйста. Сколько вас прошу, чтобы вы ознакомили, никак не ознакомите. А понятых паспорта можно? Паспорта можно вашим видеть? Я всего паспорта не возил. И вы не возите? Нет, конечно. Вы, то есть, не имея паспортов... Ты понял, Дима? Не имея паспортов, понятых записали? Понятые, а вам угрожали 19-3, если не подписчики пропакованных? Да, понятые? Первое стража, да. Не угрожали вам 19-3 применения? Они хоть знают, что они, это их добровольное участие? Дима, 37-3, а? 37-3, а, протевшись. Значит, смотрите. Давайте объяснение, показания. Будете в ходатайство? Конечно, будем. Пожалуйста, запишите. Давайте, я ознакомлюсь. Вы сначала написали постановление, а потом заявление о ходатайстве спрашиваете. Инспектор, вы будете вносить сюда что-нибудь в дополнение, протокол? Росписи, только свидетель, если вы откажетесь от... Я копию вам отдам. Нет, я понял. Если вы откажетесь от объяснений и этих. Нет, я буду объяснение давать. Вы будете вносить сюда еще? Я же говорю, я только допишу те моменты. Вы дайте мне ознакомиться тогда, когда уже полностью я должен ознакомиться. А, Ниш, объяснение что? Давайте сразу. Вы слышали о том, что вы будете пояснению давать? Конечно, буду. Вы слышали, да? Это будет пояснение давать? Конечно. Напротив целикамили, что он будет давать поездку. Ой-ой-ой. Чёрт. До конца подождёте, а где-то какие-то минуты поспишите. Часть-ка три ещё, ребята. Куча ходатайств будет. Всё, больше не будете ничего вносить, изменения какие-нибудь, дополнения там. Стоп, секундочку. Время указал? Да, время указал, составление администратора. Сколько время? Ну, сейчас посмотрите, сколько время. 17.52. Так, 17.52. Я вам показываю, где конкретно объяснение, места объяснения. Секундочку, выберу. Покажите, пожалуйста, я вам покажу. Вот здесь написано. Объяснение. Вот здесь написано. И там ниже будет слово ходатайство. Значит, ну вы ходатайствуете, можете туда писать. Всё, я понял. вниз. Так, 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 так. С самого начала, так. Подержим. Поганец, кармалец. Ну, знаете, вы не будете залазить сюда. Ну я не вижу, что вы тут хотите. Может вы исправляете? Может вы исправляете? Может вы исправляете? Ну что вы глупость говорите? Ну я не знаю. Я не знаю, я не вижу, что вы делаете. Ну я знаю, зачем вы делаете. Не надо сюда вламываться. Я не вламываюсь. Протокол досмотра составьте. Вы, пожалуйста, сделаете где место объяснения. Напишите. Так. Теперь не перебивайте, а тут внимательно прочитать, подумайте. Вы больше часа составляли его. Протокол пишет он? Не вижу. Больше часа высота. Сейчас дайте мне 15-20 минут. Сейчас я вам, чтобы вас не отвлекать, время сколько, Дима? 17.53. 17 часов 54 минуты. Согласны, 17.54? Вам первое ходатайство? Согласны? Говорите дальше. Вы пишите объяснение. Вы будете писать? Конечно, ходатай. Согласны. Еще много будет ходатай. Не спешите. Я больше часа ждал вашего протокола одного. Мне же время надо писать, обдумать. На основании чего там все это вы носите. Такс, 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 такс. Иначе написал, что список первой статьей 25.1 я не ознакомлен. Поясняю, значит, вы должны ознакомить до опроса, до того, как опрашиваете вы. Пишите, я вам что-то мешаю. Я просто вам поясняю, чтобы не было. Пишите, это ваше право. Что там надо, только в других местах надо где-то исправлять или зачеркивать. В других местах. Так, 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 так. Пишите, ваше право. У вас есть место для объяснения. Пишите. Место? Место рассмотрения указывает, где оно будет рассмотрено. То есть вы уже все решили. Если вы не согласны, можете написать ходатайство рассмотрения. Для чего есть оппозиция ходатайства? Вы ходатайствуете рассмотрение по месту жительства или проживания. Только смотрите, там указан тот адрес, который забит в базе данных. Все правильно. Чтобы не ошиблись. Вам не известен порядок составления административного материала? Сначала зачитываются права. Потом спрашивается, будут ли ходатайства, отводы. Вы же не дали возможность, например, сделать вам отвод. А потом уже, сначала составляется протокол и только после протокола составляется постановление. Я имею право вам отвод заявить. Пишите, это ваше право. Вы меня лишили этого права. Вы лишили меня этого всего. Вы не себе постановление. Понимаете? Пишите. Пишите. Еще можно пока что время ответственно вызовите. На вас будет написано жалово. Пишите. А я вызову. Согласно 736 приказа. Готовы исполнить? Пишите. Понял. Не считай. Пишите. Пишите. Постолкоград. Тяга. 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 Последний атак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прочерк не поставили? Или потом... Продолжение следует... 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 Инспектор, а как так получилось, что понятые ехали вообще с другого направления? Понятые для чего делаются? Это не свидетели. Свидетели идут вон, а не понятые. Они любят эти вещи. Понятые и свидетели. Хорошо. Пусть будут свидетели, которые понятые. Пусть будет так. Приказ выполните? Готовы? Жалобу надо на вас оставить. Подождем. Ну что, базар замяли, да? Гитлер, у тебя бабки есть? Эй, шапыр лезть. Мне самому 40 штук надо, чтобы долго отдать. А, чисто снимай. Инспектор, у меня обращение к вам. Можно? А то этот занят. Давайте отойдем, не будем на проезжей части стоять. Ну, это не хочу. Форму снимите дома, когда будете. Будете не хочу. Я запрещаю. Снимайте выкладывать. Вас предупреждают выкладывать в соцсети. Все, понял я вас. Понял я вас. Обращение готово принять. 736 приказ от 29 августа 2014 года. Министра МВД. А что вы говорите? То, что вы обязаны в устной форме, в письменной форме, в электронном виде, в любом виде принять обращение, жалобу. Обращение, я так понимаю, ходатайство у вас инспектор принял. Так, не принял. Он вообще отказал ходатайстве. Значит, у меня по жалобу по этому инспектору. Вы как сотрудник полиции примите обращение. По сотрудникам полиции принимает прокуратура и следственный комитет. А вы отказываетесь, правильно? Я не отказываюсь. А почему жетон нет у вас? Я на дороге стою. Вы службы при исполнении? Я на дороге стою. Вы при исполнении? Я на дороге стою. Я вас останавливаю. Я на дороге стою. Ну да, как бы да. Нет, я вас не останавливаю. Вы заблуждаетесь. Я к вам обратился. Вы меня не останавливаете. Я не говорю, что вы меня останавливаетесь. Я могу сделать обращение к любому сотруднику полиции. Вы отказываетесь, правильно? Я вам сказал, нет. Обращайтесь в прокуратуру в комитет. А представиться сам можете? Есть противоправные действия. Считайте, что противоправные действия сотрудника полиции. Обращайтесь при курсе. Представиться можете представиться? Могу. Как? Ситников Евгений Анатольевич, меня зовут. Ситников Евгений Анатольевич. Хорошо, но я. По форме на грудной жетон у вас не должен быть, правильно? Одного кубанский вы? Да, конечно. Ситников Евгений Анатольевич. Значит, вы отказываетесь 736-й приказ исполнить, правильно я понимаю? Отказывается приказ выполнить Ситников Евгений Анатольевич, Дима. Что-то у вас здесь непорядочек. У нас такие полицейские, что они... А ты хвалил своих полицейских, Дима. Говорю, у нас супер, все четко, все ровно. Гитлер, что ли? Он нормальный пацан. Нормальный. Посмотри, жетона нету на грудного, не по форме. А где у вас жетон? Вы инспектор или кто? Гитлер, что ли? Так, главу, чтобы админированная часть Новокубанска. Новокубанска, полиция дежурная. Здравствуйте. Примите обращение, пожалуйста, официально. Чистоков Александр Довардович. Неправоумерные действия сотрудников полиции. Значит, товарищ вызвал ответственность. Вход на полчаса уже нет. Значит, сотрудников полиции. Ну, первый составил протокол. Не ознакомлюсь с материалами дела. Ходатайство. Определение не выносит по ходатайствам. То есть, отказал у меня во всех моих правах. И постановление. Сначала постановление, хотя бы не был с нарушением согласен. Значит, старший лейтенант Гардвич Анатолий Адольфович. Значит, да, да, я ходатайствовал. Он говорит, я не буду. Ничего это. Я ходатайство написал в письменном виде. А то, что предоставить видеозапись. Он отказывает доказательствам мне. То есть, он мне во все ходатайства отказал. Значит, не показывает видео. Значит, не выносит определение по моему письменному ходатайству. Определение в письменном виде. Да, вот М4 Кавказ. Вот этого. М4, говорю. М29. ФАТ Кавказ. Я вот свернул, как в сторону Курганинска. Значит, несет службу на частном автомобиле. Частный автомобиль Нива-Шевроле. Восемь девятьсот восемьдесят 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 шесть сорок один. Дальше подошел другой инспектор, сотрудник полиции. Не по форме. Значит, отсутствует у него нагрудной жетон. Удостоверение не показывает. Значит... Ну, в конце он сказал, что он Ситников Евгений Анатольевич. Но это на слово верит. Я не знаю. Если человек удостоверение не показывает и нагрудного жетона нету. Я даже не уверен, что Ситников в форме, да, в форме, в форме, да. Значит, я попросил его согласно 736 приказа принять обращение, жалобу. Он отказался. Сказал, я не буду. Иди в прокуратуру, мне сказал. Отказался выполнить 736 приказ. Я на того инспектора хотел в письменном виде оставить обращение. Он отказался принять. Видео фиксации подтверждения этому есть. По запросу готов предоставить видео фиксацию. А этот, ответственно приедет сюда или как? Ну, хорошо, я тогда подожду ответственного. Как думаешь, протокол придет? Посмотрим. Здравствуйте. Опять Геннадий беспокоит. Я вызвал ответственного. Ответственного не приехал. Я 40 минут назад вызывал ответственного. Он не приехал. И знаете, что произошло? Инспектора уехали, покинули место в тот момент, когда я вызвал ответственного. Я им просил, не уезжайте с места, пожалуйста, дождитесь ответственного. Они взяли и все равно уехали. Это как получается? А сколько времени прошло после того, как они уехали? Минут 40 прошло. А чем вы активировали? Вообще, они не отвечали. Они просто сели и уехали. Я бегал за ними, пытался их остановить, не уезжать. И сейчас ответственный приедет. А что общилась ситуация? Ситуации тут очень много различных было нарушений. Сначала написали постановление, потом протокол на якобы нарушителей. Ну, естественно, доказательств у них нет никаких. Очень много, столько нарушений было, что всего и не рассказать. Да и вообще, кто это были такие? Это не ДПС. У одного вообще не было жетона. У второго жетона с 0.1 начинается. С адыгейского жетона почему-то называется. Вообще, кто они такие? Они вообще инспектора или нет? Ну, Анатолий Адольфович, вам знаком? Горник Анатолий Адольфович. Да, да, да. Это кто? Кто это вообще? А, гордор надзора или какой? Дорожный надзор. Дорожный надзор. Сотрудник дорожного надзора. Ну, а почему он покинул место? Вызвали ответственного. Я понимаю, почему он покинул место? Маметь, как у нас было. Ну, Вы же начальник Новокубанского ГИБДД, правильно же. Как? Вот я Вам и звоню, мне приходится Вам на личный телефон звонить. Пусть приедет обратно, пусть приедет ответственный, пусть все вернутся. Что ж, они вот уехали, а разобраться не разобрались. У нас конфликтная ситуация возникла. У нас множество ситуаций. Вопросов очень много у нас, очень много вопросов. Хотелось бы все эти вопросы решить. Я говорю, почему ответственный не прибыл на место? Я понятия не имею. Я вызвал его, но он не приехал. Вам-то виднее, Вы же начальник. Да я же не его начальник ответственный. Это же ответственный, это дело, я это дело не готов. Так что мне делать, что мне опять в дежурную часть звонить Новокубанска? Или что мне делать? Понятно. В общем, мне никого здесь не ждать и уезжать, да, отсюда? Или что мне делать? Ну, было нарушено очень много процессуальных норм. Водитель пытался как-то поправить, никто его не слушал. Все писалось противозаконно, противоправно все составлялось. Водитель даже не успел ходатайство написать. Он только два ходатайства написал. А ему еще два ходатайства писать. И они даже не приняли эти ходатайства, сели и уехали. Ну, как так? Разве так... Это объективное рассмотрение или нет, получается? Водитель с Дагестана Хасавьев, 600 километров отсюда. А направление отменили куда ехать? В сторону Курганинска. Вот мы на развилке в Курганинске находимся. Ну, а почему? Давайте все сделаем на месте происходящего. Правонарушения или нет, мы сейчас установим. Хотя бы посмотрим видео, которое у них есть. Что-то я сомневаюсь, что у них есть вообще это видео. У них нет ничего. Надо же сначала узнать, хотя бы водитель нарушил или нет. А потом уже писать постановление. Вот, было сначала постановление вынесено, потом протокол. Не знаю, я не смотрел. Копия, да, выдали. Я только могу позже посмотреть. Вот, кстати, они вот сейчас до сих пор стоят на развилке. В 500 метров от нас. Ну, почему они туда переехали? Давайте дождемся ответственного. Пусть они вернутся. Мы все-таки как-то должны урегулировать нашу конфликтную ситуацию или нет? Или оставим нашу конфликтную ситуацию так, как есть? В нерешенном вопросе. Ну, понимаете, я вызываю ответственного. Почему он не приезжает на месте? Почему мы не можем урегулировать этот конфликт, конфликтную ситуацию? Просто так получается, кто как хочет, то так и делает, а в результате, получается, водитель страдает из-за этих всех нарушений. Давайте все восстановим. Пусть приедет ответственный. Пусть эти инспектора вернутся, если это инспектора, непонятно кто. Дорожная служба или кто они? Что это за инспектора вообще такие интересные? Без жетонов, на гражданской машине. Кто это вообще такие? Может, это оборотни какие-то или кто? Мне неизвестно. Я их даже опознать не могу, кто они такие. Вот инспектора я вижу, вот я на жетон посмотрю. Если там 23 и так далее, там написано на жетоне, мне уже хотя бы это понятно. А я смотрю на жетон, а там 0,1 и дальше пошли какие-то цифры непонятные. То есть, это говорит о том, что это вообще не сотрудник ДПС. Кто такой? Мне он непонятен, кто это такой. Поймите меня правильно. Мне хотелось бы урегулировать конфликтную ситуацию. Но ее никто урегулировать не хочет. Получается так, что пострадал водитель, и все разъехались. В своих интересах получилось, они разъехались. Давайте я буду ждать, чтобы все вернулись на круги своя, и мы все-таки продолжили урегулировать нашу конфликтную ситуацию. Спасибо, до свидания. Ну тогда давай как мужчина. Еще одну нашу сыграть, и тогда нормально. Давай, давай, давай. Эй! Кипец казали нашу игру. Ха? Хай! Ха-хай! 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 Субтитры подогнал «Симон»